ребят всем привет банджарно сегодня мы окунемся немножко в италию сегодня приготовим для вас что-то подобие ризотто только разильнее у нас будет сегодня нашли вот такие макарошки в пасту такую ризони называется ризони фирма барилла выглядит как рис очень прикольные макарошки когда ризотто не забрались но решили вот сделать ризони вот такие штуку что получится у нас не знаю думаю все получится потому что в приготовлении все просто у нас будет естественно лучок репчатый свой чеснок свой и наши местные грибочки есть вы знаете такие сини ножки грибы они часто растут осенью весной реже ну вот мы собрали немножко наших сни ножек они что-то такие вот средние между шампиньонами там подобные волнушками разными грибами но при этом очень прикольные в плане употребления они ничем не пахнут особо надеюсь мы не отравимся и все остальное масло сливочное масло растительное итальянцы везде льют сухое вино белое и красное мы тоже взяли сухое вино но к сожалению но наверное не итальянское чилийское будет у нас они итальянское что не странно и вода воду взяли пока 05 но я думаю нам понадобится чуть больше естественно будет небольшое количество специй начнем мы просто с нарезки наших грибов наших замечательных си ножек вот нарезать довольно таки крупно можно можно мелко как вам угодно они немножко ужарятся здесь на них замочили и у нас они немножко подмокли так сказать очистились от загрязнений потому что они растут на лугу а лук так грязный кстати напишите растут ли у вас синие ножки вообще собираете вы их мы нарезали они вот водички промочились такие плотненькие стали хорошие естественно осенние грибы они не червивые чем приятно осенью собирать грибы всегда они очень удобно они очень мало подвержены гниению там подобное потому что нету никаких жучков паучков уже они все засыпают там там подобное наша первая очередная задача по классическому рецепту приготовление по классическому рецепту приготовление нашего резоне ризотто это надо все отдельно обжарить мы как бы делаем сейчас все в одном казане мы изначально обжарим сейчас грибы с чесноком в дальнейшем потом уже обжарим наши наши макарошки с луком и уже будем доводить до готовности наше блюдо так что из-за этого мы начинаем это блюдо не с обжарки наших макарошек с нарезки грибов и чеснока в принципе процесс говорю очень простой для тех кто знает понимает приготовление этого блюда очень простое так что все мы нарезали грибочки чеснок переходим к мангалу казану будем обжаривать сейчас будем обжаривать наши грибочки добавили масло чуть-чуть и добавляем грибы чтобы они обжарились как колерочек дали что значит в воде были сколько воды сразу а шампиньоны еще больше вы найдали ну вот вода у нас почти испарился и чесноку добавляем и маслица естественно приятный запах пошел чеснока ну все грибочки наши обжарились мы убираем добавляем маслица еще немножко раздвигаем наше угни его добавляем пол пачки нашего резоне и все хорошо это немножко обжариваем смотрите как они уже не начинают поджаривать значит добавляем лучок и на медленном медленном огне немножко обжаривать чтобы у вас сильно не подгорало вот смотрите мы обжарили наш резоне лучок лучок прям такой слегка обжарился и добавляем наши грибочки пару минут обжариваем еще ну вот у нас обжарились грибочки и добавляем немножко винца сто сто пятьдесят миллилитров белого сухого у нас и все выпариваем я не ценит или вина оно прикольное итальянское да молчилийское обосрать итальянцев ну ладно также мы добавляем пока вино выпаривается немножко перчика и соли естественно две большие щепотки где-то минуту у нас вино выпарилось мы запомним у нас до аль денте макарошки варятся где-то минут 10 там написано пачки так что 9 минут будем доводить до готовности плюс минутка мы и обжаривали они тоже дают расщепление свое приятный винный запах кому нравится узнать когда вы делаете лук вино белое это вообще потрясающий запах все вино выпарилось так что добавляем воду сначала добавим пол литра потом если что мало мы еще добавим крышку не закрываем все на медленном огне томится и выпаривается решили добавить еще водички или вачного бульона кому как нравится и дальше выпариваем наш ризот готов рецептационный точнее отличный просто получается добавляем немножко сливочного масла не даем его растворить обогатить что вкусом наши макарошки в данный момент и добавляем немножко петрушки просто рубим ну вот друзья приготовили у вас почти ризотто в резоне уложились буквально в полчаса на открытом огне все это сами видели запах обалденный вообще петрушки посыпали вообще просто бомба будем пробовать что получилось у нас очень приятные макарошки волшебно вообще приятно приятно вкус то фанат разных макарон как я готовьте это прекрасное блюдо не обязательно с грибами можно мясо добавить если вы не соед это реально вкусно чувствуется вино петрушечка грибы грибы чувствуется все немножко не очень ароматные если хотите больше аромата добавить готовьте с сухими грибами они вообще бомбически ароматные но они супер дорогие если у вас есть дешевые вы сами делали это бомбически будет реально пишите комментариях делали вы что-то подобное какие-то другие интерпретации и варианции приготовления ризотто у вас есть мы будем кушать с оператором это прекрасное блюдо кому понравилось видео и рецепт приготовления ставьте лайки оператор на канале подписывайтесь обязательно я димас оператор антон наша банда всегда с нами вкус праздник ус всем любви и удачи и вкусного ризотто а